Уйти по-путински. Почему Россия трижды попрощалась с Сирией, но войска так и не вывела? И выведет ли сейчас? Мы за ценой не постоим, во сколько россиянам обошлась Россия в Сирии. И чего Россия добилась в Сирии для россиян? На Майдане становится громче. Почему Михаил Саакашвили не дает закончиться в времени революционных чудес в Украине? Взрыв на грани. Что спасло Нью-Йорк от очередного крупного теракта со множеством жертв? Полиция! Помогите, пожалуйста, что тут уже дебош какой-то. Пуля, дура или режиссер, молодец. Как фестиваль документального кино в Москве превратился в поле боя по мотивам Донбасса. Добрый вечер. Меня зовут Ренат Довлет-Гильдеев. И главная тема нашей программы – конец сирийской войны. А может быть и не конец. Президент России Владимир Путин прилетел сегодня на авиабазу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод российской военной группировки из этой страны. На аэродроме его встретили президент Сирии Башар Асад, которого Путин все эти месяцы и защищал. А также министр обороны Сергей Шойгу и командующий российской группировкой войск Сергей Суровкин. За два с небольшим года вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение. Значительная часть российского воинского контингента, находящегося в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой. В Россию. Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Родина ждёт вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу. Договорённость о выводе войск была достигнута ещё в конце ноября. Тогда Башар Асад специально прилетал к Путину в гости в Сочи. Ну а на прошлой неделе генштаб России подготовил почву для вывода войск и объявил о полном разгроме так называемого исламского государства на территории Сирии. Путин добавил сегодня, что, цитата, если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесём им такие удары, которых они пока и не видели. То есть вроде как уходим, а вроде как и нет. Вообще Владимир Путин уже далеко не раз отдавал распоряжение начать вывод российских войск из Сирии. Впервые ещё в марте прошлого 16-го года. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооружёнными силами, в целом выполнены. Поэтому приказываю министру обороны с завтрашнего дня начать вывод основной части нашей воинской группировки из Сирийской Арабской Республики. Тогда это сухое есть Сергея Шойгу закончилось ровно ничем. А в июне этого года в ходе прямой линии, уже не отдавая никаких приказов, российский президент о выводе войск из Сирии высказывался куда менее конкретно. Наша задача на ближайшую перспективу поднять уровень и боеспособность вооружённых сил самой Сирийской Арабской Республики и спокойненько выйти в расположение тех пунктов базирования в Сирии, которые нами там созданы. Ну и вот теперь новая попытка спокойненько выйти. Военная операция в Сирии первая в истории современной России, проходящая за пределами постсоветского пространства. Официально, впрочем, в Сирию Москва отправила только авиационную группу и корабли военно-морского флота. Но в Арабской Республике Россия несла потери и на земле. Главные факты о сирийской кампании в нашей справке. По официальным данным Минобороны, в Сирии погиб 41 россиянин, в том числе командующий Дальневосточной 5-й армией генерал-лейтенант Валерий Осапов и командир 61-й бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин. Это не считая потерь среди бойцов частной военной кампании «Вагнер». Москва не признает, что использовала в сирийской кампании наемников. Но журналисты издания «Фонтанка» заметили на вечере в Кремле в честь героев России Дмитрия Уткина, которого считают тем самым «Вагнером» и командиром одноимена ЧВК. Россия дважды объявляла об освобождении Пальмиры – древний город, который все советские школьники знали по обложке учебника истории. Первый раз Москва торжественно провозгласила освобождение Пальмиры в конце марта 2016-го. В мае в знаменитом амфитеатре оркестр Мариинского театра дал концерт. Дирижер Валерий Гергиев был не главной звездой. Российские музыканты приехали сюда практически сразу после публикации Панамского досье, из которого мир узнал о виолончелисте Сергея Ралдугине, еще одном друге Владимира Путина. Обнаружилось, что у него были офшоры с оборотом в несколько миллиардов долларов. Через полгода террористы исламского государства снова захватили Пальмиру. Освободить город удалось в марте 2017-го. В ходе сирийской кампании россияне на год лишились турецких курортов. Армия Эрдогана сбила российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Как утверждала Анкара, он залетел в воздушное пространство Турции. Москва это отрицала. В инциденте погиб командир экипажа подполковник Олег Пешков. Владимир Путин произнес знаменитое. Если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделываются помидорами или какими-то ограничениями в строительных и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы еще не раз напомним о том, что они сделали. И они еще раз, не еще не раз пожалеют о содеянном. Российским турфирмам приказано было прекратить продажу путевок в Турцию. Российским компаниям запретили нанимать на работу граждан Турции. Российские налогоплательщики не знают, сколько всего они заплатили за участие в сирийской компании. Расскоренную военную операцию за первые полгода составили 33 миллиарда рублей или около 560 миллионов долларов по текущему курсу. Об этом в марте 2016 года заявил президент Путин. Но точных данных о том, каков итоговый бюджет военной операции в Сирии, нет. О многих расходах, скорее всего, нам так никогда и не станет известно. Но есть некоторые открытые цифры, исходя из которых можно сделать определенные выводы о тратах на войну. И вот наши подсчеты. Самая дорогая статья расходов на войну в Сирии – боевые вылеты авиации. Один такой вылет бомбардировщика или штурмовика обходится в 4 миллиона рублей. Это 350 средних пенсий в России. Самый дорогой день военной операции – день рождения Владимира Путина. 7 октября 2015-го четыре корабля Каспийской флотилии выполнили 26 пусков крылатых ракет «Калибр». Одна такая ракета стоит 100 миллионов рублей, а весь президентский залп обошелся тогда в 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Это как 260 тысяч средних окладов российских учителей. По данным РБК, в среднем в начале операции один обычный день войны обходился бюджету в 500 миллионов рублей. Для наглядности, на эти деньги можно построить три школы или две больницы. Столько тратили в первый год войны. После сокращения российского военного присутствия в Сирии, операция подешевела до 150 миллионов рублей в день. И тем не менее, цифры все равно впечатляющие. Исходя из таких подсчетов, всего к концу этого года общие затраты на сирийскую операцию превысят 100 миллиардов рублей. Это больше всего годового бюджета России на культуру и кинематографию. Почти половина Керченского моста или, например, два стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге. В последних максимальных расценках. Россия уходит из Сирии с победой. Такие примерные заголовки были сегодня в провластных СМИ. Можно ли говорить о победе России в Сирии? И если да, то кого она там победила? Этот вопрос мы сегодня задавали арабисту, политологу Алексею Малошенко. Вы знаете, говорить о победе, когда гражданская война, хотя и близится к концу, но все-таки не закончилась, очень трудно. Другое дело, что в России, в Кремле считают, что главная их военная миссия почти выполнена. Поэтому на сегодняшний день можно говорить о выводе какой-то части российских войск, российских военнослужащих из Сирии. Но это отнюдь не означает, что Москва, что Путин будут бросать по шару Асада на произвол судьбы. Ситуация достаточно подвижна. За последние годы, кстати говоря, это не первое заявление о выводе войск. Так вот, при этой подвижной ситуации мало ли что может произойти. И тогда Россия, в общем, может вернуться. В какой форме, в каком виде, я не знаю. Это первое. А второе, останется самороссийское военное присутствие в виде, ну там, скажем, базы одной-двух. Что, в общем, совершенно нормально. Потому что на сегодняшний день, без прямой военно-политической поддержки России, Башарову Асаду будет очень и очень тяжело. Поэтому, да, хорошо, что было сделано такое заявление. Но говорить, что это последнее заявление из этой Сирии, и больше никак российские военные там не будут присутствовать, я бы не спешил. В мае 2015-го Владимир Путин отнес к закрытым сведениям о потерях, понесенных в мирное время в ходе специальных операций. Так, именно погибших в Украине и в Сирии стали засекреченными. Но информация о жертвах войны все-таки периодически просачивалась в СМИ, и все имеющие цифры собрала до реализации. Вадим Костенко, 19 лет. Первый погибший в Сирии российский военнослужащий, смерть которого была подтверждена официально. Это было в октябре 2015-го на базе Хмеймим. По версии Минобороны, озвученной спустя три дня после смерти молодого человека, Вадим покончил с собой из-за разлада в личных отношениях с девушкой. Родные и знакомые этой версии не поверили. 17 марта 2016 года, вручая награды отличившимся в Сирии военным, Путин называет четыре имени. Понимаю, что для родных, близких, друзей, боевых товарищей Олега, Ивана, Александра, Федора, их уход невосполнимая утрата. Капитан Федор Журавлев. Пилот сбитого турецким истребителем Су-24 Олег Пешков. Морской пехотинец Александр Позынич. С Костенко всего четыре человека. Это официальные потери России в Сирии в 2015 году. Февраль 2016. Иван Черемисин. Март. Александр Прохоренко. Апрель. Андрей Окладников и Виктор Панков. Май. Антон Ерыгин. Аскер Бежоев. Июнь. Михаил Широкопояс. Андрей Тимошенков. Июль. Рефагать Хабибуллин. Евгений Долгин. Никита Шевченко. 1 августа сбит российский вертолет Ми-8. Погибли пятером. Декабрь. Надежда Дураченко. Галина Михайлова. Руслан Галицкий. 19 человек. Это официальные потери 2016-го. Февраль 2017. Четверо военных. Март. Артем Горбунов. Апрель. Двое военных и майор Сергей Бордов. Май. Алексей Бучельников. Богдан Деревицкий. Марат Ахмедшин. Июль. Николай Афанасов. Сентябрь. Двое военнослужащих. Валерий Осапов. Октябрь. Валерий Федянин. 7 ноября в Чувашии открыли памятную доску геройски погибшему в Сирии Валерию Емдюкову. 17 человек. Это официально погибшие в Сирии в 2017 году. Всего 40 человек. Столько россиян, по данным Минобороны, погибло в Сирии с 2015 года. В августе этого года журналисты Reuters доказали, что столько, 40 человек, погибло в Сирии только с начала 2017-го. Официальных данных по этим людям нет, но журналисты получили подтверждение по ним из двух и более источников. На условиях анонимности родственники погибших рассказали, что им настоятельно рекомендовали хранить молчание. Количество военных потерь в мирное время официально является государственной тайной. А само присутствие многих из военных в Сирии могло попасть под уголовную статью о наемничестве. Официально их не найти среди подразделений силовых ведомств России. По факту, 28 сентября в Ростов-на-Дону доставлено 12 единиц груза 200 погибших членов ЧВК Вагнера, батальона наемников. С 2015 года они воюют в Сирии, несут потери и получают боевые ордена. Данные по числу погибших вагнеровцев разнятся. Российская Минобороны, комментируя публикацию Reuters, назвала информацию о присутствии в Сирии частных военных специалистов из России мифом и опровергла данные о потерях. 27 октября Рейтер обнародовал справку о смерти одного из россиян, выданную российским консульством в Дамаске. Согласно правилам оформления подобных документов, ведомства последовательно подсчитывают число смертей, начиная с 1 января календарного года. Номер справки, опубликованный информагентством – 131. При этом погибшие военнослужащие в списке консульства не заносятся. А об отдельных гражданах, по словам Дмитрия Пескова, власти ничего не знают. Власти не располагают информации об отдельных гражданах, которые посещают Сирию. На этом, считаю, вопрос отработан. В октябре 2017-го страховая компания «Сагаз» выиграла тендер на страхование военнослужащих Вооруженных Сил России в 2018-19 годах. В тендерной документации обнаружилась статистика по случаям, обозначенным как 6А – смерть. Согласно этим данным, в 2015 году умерло 626 военнослужащих Минобороны, в 2016 – 393. Ну а чего Россия добилась за эти годы войны в Сирии? Получил ли Кремль те внешнеполитические дивиденды, ради которых все это и затевалось? Об этом я поговорил с Александром Шумилиным, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады. Чего добились за эти два года? Добились серьезного военного успеха в виде, прежде всего, а – это спасение режима Асада, и б – продвижение сухопутных сил тройственной коалиции Асад-Россия-Иран в Сирии. Направление центральной Сирии и освобождение каких-то районов в секторе Дей-Резора от исламского государства. Добились снижения уровня противостояния. Но возможное соприкосновение подразделений и войск двух упомянутых коалиций становится новой потенциальной угрозой. И это фактор новой ситуации. И ее весьма опасное проявление. А внешнеполитические дивиденды от этого российского участия в сирийской военной операции, они, скорее, положительны, помогло это Путину, условно говоря, возвыситься на мировой арене? Я бы так не сказал. Военные победы, о которых я говорил, победы в кавычках или без кавычек, кто как хочет их назвать, продвижение войск тройственной коалиции, не обеспечивают перспективы политического решения конфликта. Казалось бы, преобладание военное есть, но оно не трансформируется в политический потенциал, в политическое решение этого конфликта. Данная ситуация обнаружилась во всей своей полноте и глубине в последние дни, когда прибывшая в Женеву делегация сирийской оппозиции четко заявила, что переходный период в соответствии с резолюцией Совбезового 2254 и коммунике Женевы-1 предполагается без активного как минимум участия, желательно вообще без участия Башара Асада. То есть все опять вернулось к той точке в политическом смысле, с которой все начиналось и начиналась по сути трагедия Сирии, которая на своем очередном витке привела к вторжению России в эту страну для оказания помощи правительству Асада. К окончанию российской военной операции в Сирии мы еще вернемся на протяжении нашего выпуска, пока к другим темам. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили избрали меру пресечения и отпустили на поруки народных депутатов. Такое решение объявила судья Печерского суда Киева. Прокуратура требовала для лидера движения новых сил домашний арест с электронным браслетом. Жена политика Сандра Руловс заявляла, что украинские власти собираются экстрадировать Саакашвили в Грузию о том, как развивались события в зале суда и возле него сегодня днем в репортаже нашего киевского корреспондента Владимира Рунца. Вот-вот задержанного накануне бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили заведут в зал суда. Здесь десятки телекамер, журналисты со всей Украины и из международных изданий. Двор суда забит полицией. Снаружи тоже оцепление. Внутрь пускают только прессу. Активистам и соратникам приходится ждать решения украинской Фемиды на улице. А вот лидера партии Батькивщина Юлию Тюмошенко в суд пускают. Вместе с другими нардепами Тюмошенко готова взяться Акашвили на поруки. Я очень хорошо помню, как все это произошло по отношению к мне. Я помню, как моя донька сидела в суде в таком же самому абсолютно упереденном, с такими же самыми упереденными прокурорами. Я просто чувствую, что сейчас президент Грузии, его дружине, его родине доводится в Украине, в которой Михаил Саакашвили все свое президентское життя захищает в самые тяжкие моменты. И сейчас захищает Украину. Пока идет заседание, протестующие несколько раз пытаются безуспешно прорваться через полицейский кордон. Вдруг из толпы в сторону силовиков летит взрыв-пакет. В результате никто не пострадал. Всего поддержать Михаила Саакашвили пришло около двух сотен людей. Человек, который сейчас судят, это самый главный, лучший президент в мире. И он не коррупционер, он не барыга. Я был в Грузии год с чем-то, у меня там дочь родилась. Я видел его изменения. Имя этого человека – Тариэль. Он приехал в Киев из самой Грузии поддержать своего лидера и даже привез ему специальный подарок. Тут у меня находится, вот здесь находится водичка, родничок грузинский. Вот здесь находится воздух грузинский. И вот земля. Сам Саакашвили в ожидании решения о судах охотно общается с прессой. Обвинения украинской власти в связях с Россией называет абсурдными. Я наибольший враг Владимира Путина на постсоветском пространстве. Я человек, который огласил вердикт против него в ООН. Я человек, который разрушил российскую шпионскую сеть в Грузии, как только стал президентом. Я человек, который принял первый российский удар. Если после этого кто-то может заявлять, что я сотрудничаю с ФСБ, то это заявляет сумасшедший. Владимир Унец, Иван Любешкерби, Алексей Гриценко. Настоящее время. И. Моя коллега Юлия Горычева прямо сейчас находится около дома Михаила Саакашвили в Киеве, куда опального политика прямо от суда проводили десятки, если не сотни человек. Юлия, что сейчас происходит вокруг вас, как сторонники Михаила Саакашвили? Он отреагировали на вот такое решение суда. Добрый вечер, Ренат. Мы сейчас находимся возле дома Михаила Саакашвили. Здесь его квартира. Сюда он пришел в окружении своих сторонников. И они шли несколько километров от Печерского суда Киева до его дома. Они все время кричали, что радовались тому, что Михаила Саакашвили освободили. Скандировали, что судья молодец. Что депутаты, которые поддерживали Михаила Саакашвили сегодня и говорили, что могут внести за него залог, тоже молодцы. Требовали импичмент президенту, кричали на весь Крещатик импичмент. Также отставку главы генпрокуратуры Юрия Луценко. То есть все это расстояние от суда до квартиры, это приблизительно несколько километров. Это вот несколько тысяч, около тысячи людей шли пешком. На некоторое время даже перекрыли Крещатик. Михаил Саакашвили залазил на крышу машины, обращался к людям, говорил спасибо за то, что сегодня поддерживали его. И вот на данный момент он ушел домой отдыхать. И своим людям, которые его поддерживали, тоже сказал идите домой, отдыхайте. Вот на данный момент возле меня, наверное, несколько десятков активистов еще остались. Кто-то ушел в палаточный городок, который находится возле украинского парламента. Кто-то, может, действительно поехал домой. Вот на данный момент такая ситуация. Юлия, а строят ли какие-то планы сторонники Саакашвили относительно будущих акций протеста? Сам Михаил Саакашвили, мы у него буквально 10 минут назад спросили, что он собирается делать дальше. Сказал, что в воскресенье в Киеве планируют провести большой митинг, опять вызывает своих сторонников. А будет ли он на протяжении недели возле парламента проводить какие-то акции? Либо еще какие-то события он не анонсировал. Сказал, что у него сейчас единственное желание – это поесть, потому как несколько дней он голодал. Я спросила, будет ли он дальше ночевать в палатке, может быть, возле парламента. Он ответил, что нет, пока что не будет там ночевать, будет находиться дома. И провоцировать таким образом, ночуя в палатках, правоохранителей не хочет. Спасибо, Юлия. Юлия Горичева была с нами на прямой связи от дома Михаила Саакашвили в Киеве. Моя коллега Марина Ступак напомнит, чем бывший грузинский президент и одесский губернатор занимался в Украине после памятного прорыва границы. После силового прорыва в Украину через госграницу Саакашвили остался во Львове на несколько дней, встречался с мэром города Андреем Садовым и проводил переговоры с некоторыми украинскими политиками. К примеру, лидером партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и депутатами от партии «Самопомощь». Затем поехал в Черновцы, где увиделся со своими сторонниками и анонсировал тур по всем регионам Украины. Обещал предъявить претензии нынешней власти, обязать принять закон про импичмент, снять налоги с малого бизнеса и забрать деньги у олигархов. Я в Украину вернулся для того, чтобы вместе с вами решить главный вопрос, как выйти из жесточайшего политического кризиса, который сейчас существует в стране. После своего тура по украинским городам Саакашвили и его партия «Рух новых ссыл» анонсируют всеукраинскую акцию в поддержку большой политической реформы 17 октября у Верховной Рады Украины. В итоге у парламента участники акции разбивают палаточный городок. Звучат три основные требования. Создать антикоррупционный суд, снять депутатскую неприкосновенность и внести изменения в избирательное законодательство. Мы сегодня будем тут ночевать, будем стоять до перемоги. Выставка уряда. 21 октября митингующий выдвигает Порошенко ультиматум, внести на рассмотрение парламента закон про импичмент и создать антикоррупционный суд. Спустя две недели после начала акции Саакашвили заявляет, что дает украинской власти время до 7 ноября, чтобы выполнить условия демонстрантов. 12 ноября в центре столицы Саакашвили проводит марш возмущенных с ранее озвученными требованиями. Если власть их не выполнит, анонсируют еще одну акцию. Если они не примут эти законы, а у меня есть много сумнений, что они их примут, я предлагаю с 3 ноября начать процесс народного импичмента президента и влады вообще. На акции за так называемый народный импичмент президента Украины, по данным полиции, было 2500 участников. Сам Саакашвили называл другую цифру – минимум 50 тысяч человек. У нас сейчас был просто грандиозный, самый большой митинг со времен Майдана в центре Украины, в центре Киева. И все каналы отказались это осуществлять. Как конфликт вокруг Михаила Саакашвили в Украине умудрился рассорить всех со всеми? И какие последствия могут быть у этого скандала? Об этом мы поговорили с Сергеем Щербиной, журналистом, главным редактором РБК «Украина». Сейчас Саакашвили является фигурантом абсолютно четкого политического скандала, который уже не первый месяц разгорается в украинской политике и в правящей коалиции в частности. Многие называют, в том числе неофициально об этом говорят и в президентской вертикали власти Саакашвили, не игроком, а человеком, которого играют в политической игре, которая происходит в частности между президентом Украины Петром Порошенко, министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, бизнесменом и олигархом Игорем Коломойским и, как уже выяснилось теперь, и генеральным прокурором Юрием Луценко и беглым молодоолигархом Сергеем Курщенко. Поэтому этот конфликт разгорается уже не первую неделю, не первый месяц. Начался он, собственно говоря, тогда, когда Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства и потом, 10 сентября, Саакашвили прорвался чуть ли не с боем на территорию Украины. И с тех пор этот конфликт не утихает, как не утихают и постоянные попытки сторонников Саакашвили организовать какие-то протесты в центре Киева, ну, с разной степенью успешности, скажем так. Ну, а вы можете назвать вообще происходящее в Украине сейчас кризисом власти? И где вот некая граница этого кризиса? Далеко ли может зайти этот очередной такой политический бунт, что ли? Ну, это неправильно было бы назвать политическим бунтом, это скорее правильно было бы назвать неким началом возможного политического кризиса, потому что все эти вещи происходят на фоне остановки переговоров об объединении партий Петра Порошенко и Арсения Ясенюка в единую политсилу в преддверии грядущих президентских и парламентских выборов. И вот этот вот подковерный во многом торг между этими политическими игроками, который уже, в принципе, перерастает даже в такой взаимный шантаж, он накладывается на ситуацию с Михаилом Саакашвили и каждый игрок пытается использовать ее в своих интересах. Поэтому я бы назвал это больше таким вялотекущим политическим кризисом. А вообще кто они, сторонники Михаила Саакашвили, есть ли за ним реальная политическая сила? На самом деле сторонники Михаила Саакашвили это достаточно такая разношерстная публика, ведь напомню, это акция, которая происходит сейчас в центре Киева, началась 17 октября, когда очень разный спектр политических сил и гражданских организаций вышли в поддержку так называемой большой политической реформы. Заявлялось изначально три требования, это создание антикоррупционного суда, принятие нового закона о выборах и снятие депутатской неприкосновенности. Но чего греха таить, эта акция с тремя этими требованиями собрала около, наверное, 5 тысяч людей под стенами Верховной Рады. Потом сторонники Саакашвили и люди, близкие к партии «Самопомощь», ну члены фракции «Самопомощь» в парламенте, Семен Семенченко, Егор Соболев и их соратники разбили палаточный лагерь под Верховной Радой, который там находится до сих пор. Собственно, и Саакашвили поддерживают люди, которые приехали с ним в Украину, например, это Давид Сакварелидзе, некоторые депутаты парламента, которые когда-то объединялись в парламентскую группу еврооптимисты. И вот эта вот публика, в которой иногда присоединяется даже Юлия Тимошенко, глава фракции «Батьевщина», в принципе, их можно назвать сторонниками Саакашвили, но как далеко они готовы зайти в объединение Саакашвили, у меня есть определенные сомнения, потому что все они достаточно амбициозные люди, и мне почему-то не кажется вероятным, что они образуют некую единую силу и выдвинут некого единого кандидата. Вернемся к первой теме, заявление Владимира Путина о скором выводе российских вооруженных сил из Сирии. Если и не ключевую, то очень значимую роль во всей сирийской кампании сыграла частная военная компания «Вагнера». В медиа писали, что именно бойцы ЧВК помогли освободить Пальмиру в первый раз, и именно тогда наемники понесли наибольшие потери. Всего в Сирии, по данному изданию «Фонтанка», погибли порядка ста солдат из этой организации. Как писали журналисты, в Сирии и началось само восхождение этой военной корпорации. Туда группа наемников отправилась еще до официального начала российской операции, чтобы охранять нефтяные объекты, тогда еще под названием «Славянский корпус». Затем произошел ребрендинг. «Славянский корпус» переименовали в ЧВК «Вагнера». Группа хорошо обученных людей из ее состава даже принимала участие в аннексии Крыма среди так называемых «вежливых людей». Бойцы воевали на востоке Украины, выполняли полицейские функции. По некоторым данным, именно «Вагнеровцы» ликвидировали одного из главарей сепаратистов – командира Беднова по кличке Бэтмен. Сирийский контракт достался «Вагнеру» параллельно с украинской компанией. Кто и сколько платит наемникам, пока ни у кому выяснить не удалось. Все та же Фонтанка писала как-то о тесных связях ЧВК с Евгением Пригожиным. Его еще называют «поваром Владимира Путина». Пригожин любую связь с наемниками отрицал, но, как заявили в Фонтанке, угрожал автору расследования расправой. США внесли ЧВК «Вагнера» в санкционные списки. Какую роль частные наемники сыграли в военной компании в Сирии и уйдут ли они вместе с регулярными частями? Об этом я поговорил с Русланом Левиевым, руководителем группы расследований CIT. Они также занимались разоблачениями частных военных компаний из России. Я считаю, что наши российские наемники, они являются фактически частью нашей российской армии, потому что они полностью контролируются нашим Министерством обороны и снабжаются ими. Поэтому я бы не стал их отделять и включал бы в одну единую силу. Вместе с ними получается, что у нас масштаб нашего присутствия достаточно значительный и во многом, особенно в самые тяжелые периоды конфликта, на нас в основном все полагались. Я имею в виду со стороны Башара Асада полагались на нас, на наши действия, на то, куда мы ведем, на какие фронта наступаем, какие города захватывают. Сейчас, возможно, в некотором степени мы можем сократить действительно наши войска в некоторой степени, но не до конца, потому что по большей части городов ИГИЛ мы выбили, сейчас они в основном окапываются в пустынях, а с пустынями, возможно, получится у Сирийской армии справиться более-менее самим. К тому же там остаются наши российские наемники, которые их так и не признали, поэтому для них, для России сирийской армии не такая большая потеря будет в части армейской поддержки стороны России. Наши наемники все равно там остаются и будут их поддерживать. Общий численный состав ЧВК Вагнера, он составляет порядка полутора тысяч человек, из них какая-то численность от нескольких сотен до тысяч находится в Сирии постоянно и ведут активные боевые действия. У них есть тяжелое вооружение, у них есть большой численный состав, то есть тут хорошая поддержка идет в Сирийской армии. К части наемников не видно никакого сокращения, по крайней мере, мы никаких таких свидетельств не получаем ни со стороны родственников наемников, ни со стороны источников, поступающих из Молькина, ничего подобного не говорят. И, скорее всего, на наш взгляд, наоборот, будет некоторое увеличение числа наемников, чтобы компенсировать то сокращение войск, которое происходит сейчас действительно. И нужно будет, чтобы удержать фронт, который мы смогли отвоевать. Потому что сейчас, когда Путин заявил о выводе войск, мы одновременно, прямо сегодня, сейчас получаем сообщение о том, что ИГИЛ начали контратаку на город Абл-Кемаль, который находится под контролем Сирийской армии. Смогут они удержать или вы или нет, непонятно, потому что 10 ноября Министерство обороны России громко заявляло, что все, Абл-Кемаль наш, он взят, мы освободили, мы победили ИГИЛ. И буквально уже в тот же день ИГИЛ снова отбили Абл-Кемаль у сирийских войск и наших наемников. Ситуация может снова повториться. Также та же самая ситуация была и с Пальмирой и с некоторыми другими селеными пунктами. О других новостях сегодняшнего дня коротко расскажет мой коллега Александр Касаткин. Власти Нью-Йорка признали терактом взрыв на автовокзале Порта Торрити в деловом квартале Манхэттена. Полиция задержала подозреваемого. Это 27-летний выходец из Бангладеш Акает Юла, симпатизирующий террористической группировки «Исламское государство». Известно, что последние 7 лет он проживал в Бруклине. Как заявили в полиции, Юла прикрепил самодельную бомбу к своему телу и намеревался взорвать ее в метро. Но она сработала преждевременно, на платформе станции. При взрыве Юла был ранен. Еще 4 человека получили незначительное ранение. Их жизням ничего не угрожает. Хакер из Екатеринбурга признался во взломе серверов Демократической партии США по поручению ФСБ. Об этом Константин Козловский заявил при даче показаний в Мосгорсуде, сообщает издание ВБЛ. Козловский проходит как обвиняемый по делу хакерской группы «Лурк». На ее счету многочисленные банковские взломы. В своих показаниях Козловский утверждает, что много лет сотрудничал с ФСБ и по заданию спецслужбы выполнял взломы на территории США и Евросоюза, а также атаковал серверы Всемирного антидопингового агентства. Хакера якобы курировал майор ФСБ Дмитрий Декучаев. Сейчас он находится в СИЗО по делу о госизмене. В показаниях Козловского упоминается и другой фигурант этого дела, сотрудник лаборатории Касперского Руслан Стоянов. По информации ВБЛ, фигуранта засекреченного дела о госизмене подозреваются в передаче американским спецслужбам данных о взломах на территории США. Большинство российских спортсменов готовы выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом в понедельник сообщила председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая. Прошу российскую общественность с пониманием отнестись и, конечно, уважать решение выбора спортсмена. Потому что спортсмен защищает свою страну и неважно, будет он нести воочию флаг или не будет, он все равно представляет свою страну и все будут знать то, что этот спортсмен из Российской Федерации. Международный Олимпийский комитет на прошлой неделе отстранил Россию от участия в Играх 2018 в связи с расследованием ВАДА. Согласно его результатам, российские спортсмены массово применяли допинг во время Олимпиады в Сочи. Эту схему поддерживали высокопоставленные чиновники и спецслужбы. Президент России Владимир Путин сказал, что государство не будет препятствовать тем, кто захочет принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Калифорнийские власти возобновили эвакуацию местных жителей из-за продолжающихся пожаров. В воскресенье покинуть свои дома были вынуждены более 20 тысяч человек. Лесные пожары Крик и Томас бушуют в Калифорнии уже неделю. Они стали крупнейшими за последние 70 лет. Пламя разрушило примерно 800 домов, более 90 тысяч хозяйств остались без электричества. Всего за неделю полностью выгорели почти 63 тысячи гектаров. Эвакуированы более 200 тысяч жителей. Драма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В этой категории также выдвинута и чилийская драма «Фантастическая женщина». Сначала они убили моего отца Анжелины Джоли на пределе Фатиха Акина и обладатель «Золотой пальмовой ветви» «Квадрат Рубена Эстлунда». «Нелюбовь» уже получила множество российских и зарубежных наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Драма Звягинцева также была выдвинута от России на кинопремию «Оскар». Лауреатов «Золотого глобуса» объявят 7 января. Лидер российского националистического движения «Серп» подал иск к организаторам фестиваля «Артдокфест». Игорь Бекетов, так его зовут, обвиняет их в разжигании межнациональной розни. Накануне активисты движения сорвали в Москве показ документального фильма «Полет пули» о войне на Донбассе. Группа людей ворвалась в кинозал во время сеанса и разлила по экрану пахучую жидкость. Активистов «Серп» задержала полиция, но сейчас все они освобождены. Директор «Артдокфеста» Виталий Манский иск со стороны движения «Серп» называет абсурдом. Ну а подробности это историю моей коллеги Анны Зелькиной. Воскресное позднее утро на Новом Арбате. У кинотеатра «Октябрь» одной из основных площадок фестиваля документального кино «Артдокфест» уже дежурит полиция. Накануне состоялся первый показ фильма «Полет пули» и сторонники так называемых ЛНР и ДНР пообещали организаторам фестиваля, цитата, «серьезные проблемы». Перед выборами президента кто-то в нашей стране, пятая колонна, начинают, не начинают, а продолжают раскачивать народ. Говорят, что в фильме батальон «Айдар» показан белыми и пушистыми. Мне это не нравится. Фильм «Полет пули» режиссера Беата Бубенец рассказывает о конфликте на востоке Украины. Он снят одним кадром. Бойцы добровольческого украинского батальона «Айдар» задерживают местного жителя и везут его на допрос. «Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Моя жена родом с Украины. И моя жена, и моя семья были в оккупации российской, в Краматорске. У меня свекровь стояла без нога, неходячая, она не могла спустить бомбоубежище. На входе в зал, где уже начался показ картины, в толпе смешались сторонники так называемых ЛНР и ДНР и активисты движения СЕРБ. Они встали цепью у двери. Россия нарушила свое собственное слово. Какими солдатами, бомбильным жителям самолета бомбили? Идиот. В Луганске, где я жила. Су-25 бомбили. Да, один раз выстрелили, жаль не попали. И кучу народа убили. Кучу трех человек. А сколько вы убили? Сотрудники ОМОН вывели троих человек из кинотеатра. Нескольким агрессивно настроенным активистам все-таки удалось пройти в зал. Они разлили там пахучую жидкость. Среди активистов был и лидер движения СЕРБ Игорь Бекетов, известный как Боша Тарасевич. Выправа, 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 выправа. Выправа, выправа. Снимала. Ну, Манский сказал, что может быть это опасно, потому что сначала было что-то моча. Ну, мочой не пахло, там что-то такое, действительно, все сидели. Я сидела на шестом ряду и вот так вот закрывалась. Ну, ладно, вывели нас все. Дальше мы прошли через строй. А, полицию. Все эти здоровые там стояли, МЧСовцы вот эти вот. Фу, эти. ОМОНовцы, господи. Они все одного хрена. Ягода. Из соображений безопасности просмотр фильма был прерван. Анна Зелькина, Игорь Дорошенко, телеканал «Настоящее время». Фильм «Полет пули», кажется, возмутил не только сепаратистов и сочувствующих, а режиссер картины Беата Буменец стала едва ли не главным раздражителем фейсбуков и телеграммов. Дело в том, что картина снята одним планом, в кадре сепаратистов, которые уберут в плен. Причем ему говорят, что видео – это не документальный фильм, а оперативная съемка. Герой показывает паспорт, мы знаем его имя, знаем, где он живет. В кадре над ним, можно сказать, издеваются. У многих возникли некие этические вопросы. А можно ли так делать? Честно ли это по отношению героя картины? Вот что, например, пишет в фейсбуке журналист, мой коллега с радиосвобода Сергей Хазов. Беата ответила, что она пыталась связаться с этим мужчиной, чтобы получить его согласие. Но ей сказали, что он там больше не живет. Что? Кто сказал? Где он живет? И тут глубоко уважаемый Виталий Манский взял у нее микрофон и сказал, что поскольку фильм продюсировали латвийцы, то они обсуждали юридические моменты. Можно ли снимать человека, когда он в плену? И решили, что для телевидения, может быть, заблюрят лицо. А на фестивале можно и так. После вот такого бурного обсуждения фильма, в которое кто только не включился, Беата Бубенец даже на некоторое время удалила свой профиль в фейсбуке, а в патриотических российских СМИ не только началась настоящая травля режиссера. О сложном этическом споре и о том, что теперь ждет фильм Беата, мы поговорим с руководителем «Родокфест», режиссером Виталием Манским. Здравствуйте, Виталий. Да, добрый вечер. Давайте начнем с этого скандала, такого неприятного вокруг фильма «Полет в поле». Во-первых, что вы будете делать со срывом показа и насколько вы рассчитываете на то, что активисты движения «Серп» понесут наказание? Я думаю, никакого существенного наказания они не понесут. Срыв показа, это был последний показ в череде показов на «Родокфесте». Сначала в Екатеринбурге, потом в Петербурге, потом был московский показ. Это был воскресный, утренний, по сути дела, 12 часов дня, последний повтор. Конечно, нам очень неловко перед зрителями, которые не только не посмотрели картину, но и были поняты опасности с этой неизвестной жидкостью, оскорблением, которые выкрикивали пришедшие в муфляжный фильм. Но это была мировая премьера картины, поэтому мы не можем ее сейчас не выложить в интернет, нам на это не дают согласия правообладатели, не, собственно, показать ее на какой-либо другой площадке, потому что фестиваль завтра заканчивается, и показ фильма вне фестивальных площадок требует совершенно иного юридического регулирования, права на этот показ, что тоже, в общем, сделать мы не успеем. Вот это что касается показа. Но готов? Обсудите юридическую сторону вопроса. Давайте этическую сторону вопроса обсудим, на самом деле, потому что очень много в Фейсбуке, в Телеграме предъявляют претензии к фильму, и вам вот эти обвинения в некоторой некорректности, едва ли не в обмане, в отсутствие переживания за судьбу героя после съемки кажутся обоснованными, и вот вся эта критика в адрес Беата, она вам кажется справедливой или нет? Да, конечно. Я считаю, что этические вопросы здесь очень важны, и нужно просто понимать, что фестивальный показ – это в каком-то смысле тест фильма, его обсуждение в профессиональной… ну, как бы фокус-группы своего рода. Это профессиональный просмотр, после которого авторы, как правило, либо утверждаются в своих каких-то ощущениях по поводу фильма, либо нередки случаи, когда фильмы возвращаются на доработку, первые показы. Я слежу за этим проектом, я знаю продюсеров латвийских, которые вошли в этот проект, я знаю, что они обсуждают с юристами форму показа этого героя, этого человека, который является, ну, по сути, одним из главных героев фильма. Обсуждается вопрос с блюра его лица, закрытие каких-то данных, которые он называет. И это все, безусловно, будет делаться, когда картина будет предъявляться на широкую аудиторию в прокате и тем более в телевизионном эфире. Вот, и я еще раз хочу сказать, что, конечно, этические моменты в таких сложных обстоятельствах, как война, опасность человеческой жизни, они имеют под собой более чем серьезные основания. У меня последний вопрос, немного времени остается у нас в эфире. По сути, в Москве оказались сорваны показы аж трех фильмов, это не только «Полет в поле», но и «Война ради мира», тоже событиях на Донбассе, и «Мустафа». Это для вас знак. Вы будете вообще после вот такого опыта в Москве продолжать делать фестиваль? Я буду продолжать делать фестиваль ровно до того момента, пока его можно будет делать. Я соглашусь с вами, что делать его с каждым днем становится все сложнее, но я знаю, что мы обязаны этот фестиваль делать и для кинематографистов, и для тысяч и тысяч зрителей, которые нуждаются в площадке, где возможно какое-то цивилизованное обсуждение тех ключевых процессов в общественной жизни, которые выведены из пространства дискуссии практически в России везде. И поэтому вот это чувство долга, но если хотите гражданского, будет, конечно, меня заставлять продолжать заниматься проведением «Арт-Докфеста» в России. Спасибо большое, Виталий. Виталий Манский, руководитель фестиваля документальных фильмов «Арт-Докфест», был с нами на промо-связи из Москвы. На «Арт-Докфесте» прошла ее презентация телеканала «Настоящее время». Мы уже не первый раз являемся информационным партнером этого фестиваля. Представляли канал, собственно, Виталий Манский, а также Наталья Аршавская. Она отбирает у нас документальные фильмы для онлайн-кинотеатра «Реальное кино». Зрителям предложили посмотреть документальный фильм Вадима Кондакова «Между небом и песком». Я знаю очень много документальных фильмов российских, которые снимаются и которые не ложатся на полку, но которых видит только очень маленькая аудитория. Это зрители, которые приходят на «Арт-Докфест», например. Я не знаю, что будет с этим фильмом. Я не знаю, кто его посмотрит, сколько народу. Конечно, мне как автору хотелось бы, чтобы это было как можно больше людей, но я, честно говоря, не являюсь оптимистом здесь. Не знаю, где его можно будет увидеть, кроме как на канале «Настоящее время». Картина «Между небом и песком» рассказывает об истории превращения заполярного местечка Шойна из процветающего рыбацкого поселка в умирающую деревню, которую почти полностью поглотил песок. Уже завтра этот фильм можно будет посмотреть и на нашем телеканале. Снова к новостям из Украины вернемся. Бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и главу МВД Арсена Авакова допросили в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Они давали показания как свидетели. Яценюк рассказал, что последний раз общался с Януковичем в день его исчезновения из администрации. Экс-премьер уверяет, Виктор Янукович действительно просил президента России Владимира Путина ввести войска в Украину в 2014 году. В команде Януковича, по словам Яценюка, работали граждане Российской Федерации. Например, обладателями паспортов с двуглавыми орлами были глава СБУ, министр обороны и руководитель личной охраны. Также бывший премьер сообщил, что во время Евромайдана дважды лично общался по телефону с российским премьером Дмитрием Медведевым с требованием вывести войска из Крыма. Когда я с ним разговаривал, я даже цитату пригодил, я ему сказал такую фразу, вы своих подонков уберите из Украины. И дальше мы с вами будем говорить про социально-экономические аспекты. Потому что это был какой-то дивный звонок, который относился развитию экономических социально-экономерных отношений между Украиной и Россией. Это при том, что Россия совершила воинскую агрессию, который был инициатором. И первый, и второй раз это тогда инициатором ваша честь был Медведевым. Следом за инициником полтора часа в суде допрашивали Арсена Авакова, который возглавляет МВД с времен Евромайдана. Как раз министр заявил, что в 2014 году ездил в аннексированный Крым, искал там Виктора Януковича, чтобы вернуть его в Киев. Потом мы поехали сначала одну государственную дачу, искали Виктора Януковича, потом другую. Потом поехали в резиденцию УДО, где мы проводили встречу с охранниками Януковича, которые нам рассказали о том, что он забежал на территорию базы Российской Федерации, открыт смысл, извините, убил в Российскую Федерацию. Но Виктор Федорович, я ехал, кто рад это, и пригласите его вернуться в Киев, для того, чтобы решить этот вопрос, пусть потерять для него, какого-то юридического статуса, но для того, чтобы выиграть для страны. На жаль, Виктор Федорович узнав о том, что я прилетел с военным самолетом, а точнее это был самолет внутренних войск, сделал все, чтобы уныкнуть из устойчивости. Украина намерена принять новый дополнительный закон об образовании, он должен учесть пожелания Венецианской комиссии, об этом в настоящем времени сообщили в Министерство образования Украины. Сегодня комиссия опубликует официальный текст оценки того самого варианта украинского закона об образовании, который и привел к дипломатическим скандалам с соседними странами. Подробнее об этой истории расскажет наш корреспондент в Киеве Юлия Дрозд. Новый специальный закон Украины об общем среднем образовании детализирует в частности статью о преподавании на украинском и других языках. Там будут виписаны подходы к каждой из национальных меньшин, соответственно, к загальному модуру, которую пропонует статья 7, а также базирующаясь на таких трех критериях, как мовное средство национальных меньшин, принадлежность к другому или другому группу, а также уровень загроженности мовы. Про это, власне, также говорит Венецианская комиссия. Наша цель — сделать это до осени этого года. Венецианская комиссия приняла решение, что основной закон Украины об образовании, в частности, так называемая языковая статья, сужает возможности национальных меньшинств учиться на родном языке. Но поскольку закон рамочный, в дальнейшем Украина может уточнять его нормы. Большего внимания, по мнению экспертов, требует, например, русский язык. Новый закон не представляет никаких решений для языков, не являющихся официальными языками ЕС, в частности, для русского, наиболее используемого негосударственного языка. Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно оправдать, и это поднимает вопросы дискриминации. Новый закон Украины об образовании был принят в начале сентября и вызвал споры между Украиной и соседними государствами. Согласно закону, представители национальных меньшинств теперь должны получать начальное и среднее образование на государственном украинском языке. Одновременно им гарантируется право изучать определенное количество предметов на родном языке. Наибольшую критику эта норма вызвала в Венгрии. Будапешт заявил, что она ущемляет права закарпатских венгров. В Киеве это неоднократно опровергали и подчеркивали, что обучение на украинском языке поможет нацменьшинствам интегрироваться в украинское общество. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что венецианская комиссия стала на сторону справедливости. «Мы обратились и получили результат. Над его реализацией и будем работать с общинами. Точка». Венгерский коллега Климкина Петер Сиярта призвал Украину прислушаться к выводам комиссии. «Мы можем быть довольны всем, что связано с законом об образовании, но только в том случае, если этим довольна и венгерское национальное меньшинство. Украина должна полностью учесть все замечания и мнения венецианской комиссии». В Министерстве образования Украины также согласились продлить срок имплементации языковой статьи закона. По предварительным оценкам, она должна вступить в силу в 2024-2025 году. Юлия Дроз, Настоящее время. Нуреев. Балет, которого могло и не быть. Постановка, доделанная без режиссера Кирилла Серебренникова. Летний скандал с отменой премьеры балета, якобы из-за того, что постановка не доделана. Правда, последующая атака на Серебренникова дала понять, что причина в ином. Затем внезапное снисхождение руководства Большого и все-таки сильно урезанная, но случившаяся премьера. Два дня. Билеты по паспорту, одни в руки. В интернете не купить, у перекупщиков тоже большую часть зала на первый показ. Забрал лично Роман Абрамович для себя и своего окружения. Скандалы, которых так боялись хулители, постановки оказались сильно преувеличены. Фотография голого танцовщика, знаменитое фото Ричарда Аведена, была подретуширована и появилась лишь на несколько секунд. Танец трансвестита в Болонском лесу никакого намека на порно не содержал. Голых артистов на сцене не было, а в зале зато сидела сплошь политическая элита страны. По сути, Нуреев и не балет вовсе, а куда больше. Это и театр, и перформанс, и манифест. Биография великого артиста, так резонирующая с историей теперь и самого Кирилла Серебренникова. Спектакль про вечную несвободу и метание художника в их Серебренникова и Нуреева общей стране. Про талант, который делает имя России, но та его вечно отвергает. Десятилетия идут, а тут ничего не меняется, кроме имен и декораций. Мы все сидим на своих кухнях и занимаемся воспоминаниями. Это все тоже цитаты из постановки. Один из главных телеграм-каналов России, Низ Игорь, пишет. Многие говорят, что Нуреев в Большом – это фильм «Покаяние» Абуладзе в канун Перестройки. Только «Покаяние» самого вышло каким-то половинчатым. Свободу Кириллу Серебренникову и портрет режиссера на футболках, в которых создатели балета, без него, правда, главного, вышли на поклон. В зале весь цвет российской власти, элиты, которые, по сути, плоть от плоти той самой власти, которая сделала так, что на сцене, на овациях самого режиссера не было. Прошла премьера балета Нуреев. В зале все – Песков, Чемизов, Эрнст, Ремчуков, Ургант, Вложи Абрамович со спутницами, многие члены правительства и эстеблишмента. Только режиссер-постановщик дома под арестом. В зале лучшие люди города. Журналисты, артисты, режиссеры, депутаты, министры, даже целый министр культуры. А главный виновник торжества – главный обвиняемый по сфабрикованному, наспех слепленному делу. И все об этом знают. Он сидит один в квартире с браслетом на ноге, а Мединский хлопает его спектаклю. Это, конечно, не Советский Союз, а так, Советский Союзик – пародия на былого монстра. Художников по-прежнему сажают, но уже не запрещают. Ну, то есть запрещают, но потом разрешают. Хотя и не выпускают. То есть они не определились еще. С одной стороны, в первом акте был танец Теранцвеститов. Бездуховненько. С другой – пресс-секретарь президента посмотрел и не ушел. Продолжим с культурой. В Берлине прошла ежегодная церемония вручения премии Европейской киноакадемии. Приз за заслуги получил российский режиссер Александр Сокуров. Ну, а моя коллега Ольга Шакина взяла у него большое интервью, причем далеко не только о кино. Я нахожусь за пределами эстетического, этического и художественного интереса моих соотечественников. Конечно, массовых тиражей моих фильмов нет. Конечно, переполненных залов нет. Это правда, и я не претендую на это, потому что я стараюсь говорить о том, что меня беспокоит, а не то, что беспокоит мой народ. Я не могу сказать, что я действую от имени русского народа, и что я выражаю его настроение, его какие-то размышления. Ни в коем случае. Я только говорю о своих чувствах. Но я полагаю, что это имеет некое отношение к внутреннему настрою народа, потому что я получил хорошее образование в Советском Союзе. У меня хорошее самообразование просто практикой жизни. И я часть русского народа, русского настроения по определению. Я не лунатик. Я все время живу в России, я все время живу на русской почве, и мне абсолютно не все равно, что происходит в стране. Даже когда у меня все кипит от негодования, и я не знаю, сидеть на месте или куда-то бежать, мне не все равно. Большое интервью с Александром Сокуровым смотрите в нашей программе завтра. А я на этом с вами прощаюсь. Пока. Субтитры подогнал «Симон»